Привет, всем, это ваша дейлая доза интернета. Иногда, аби, что-то стинге, что-то срабатывает, и изменит... Ой, фу. Она своим жалом впилась ему в палец, и не может... Ау, это же больно. Ты просто карашиваешь Тиген, и это реально кракет меня. Что я должен делать? Я остановлюсь? Хорошо, лап. Стоп. Так, блядь. Ща, ща, ща. Иногда пчела ужалит кого-нибудь, пожалеет об этом и передумает. Они решают, что ужалить вас не стоит смерти, поэтому они будут ходить кругами, чтобы удалить жало и улететь. Самое классное, что после этого не возникает отеков. Вы просто ласкаете чай, и это действительно сводит меня с ума. Что я должен делать? Я останавливаю этих людей, которые ставят игрушку с шумом свиньи на выхлопную трубу своей машины. Этого фаната выгнали со стадиона, но он быстро набросился на охранника. Эти ребята пошли в продуктовый магазин, сбили потолочную плитку, а затем купили ее. Как мне это отсканировать? Это на допуске. Да, мне просто нужно несколько потолочных плиток в моем доме. Спасибо вам. Спасибо вам. Это официально. Гарри Поттер арестован. Я люблю вас. Какое-то нахуй Гарри Поттер, фэк ебаный. Тигарри. Кто-нибудь знает, что здесь происходит. Один из моих подписчиков записал это видео, потому что они увидели Орел вокруг своей тени. И чё? Ну. Этот парень решил подстрелиться на теннисном матче. Так он лысый, чё там стричься-то? Это завертельно. Все говорят о новом айфон, когда мы должны говорить об этой новой сети. Я только что обнаружил, что это называется ловушка для звонков, и это похоже на украшение для Хэллоуина. Ловушка чего? Чё это за хуйня? Я нашёл кое-кого, кто сделал туалет для людей, у которых нет доступа к воде. По сути... Мы купаемся вместе, да. В кровати, не лежим, переодеваемся при ней, я и на... Возьмут и арестуют. По сути, это большой ящик для мусора для людей. Это конец этого видео. Мы надеемся, что вам понравилось, и я очень... Вообще, кайф, чел, вообще. Балдёж. Ну не надо, ну что ты со своей рекламой? Иди... Иди нахуй. Доза интернета. Ну, бывает. Нет, я думаю, именно поэтому ты носишь защитные очки. А? Пожалуйста, не пытайся. Ой, блядь. Это профессионал. Мировой рекорд по количеству сальто, когда-либо установленных на батуте, сейчас составляет 9. Нихуя! Да, в Индии, это мягко сказано. Вау! Вот как выглядит обычный фонарик для смартфона в темноте. Это не очень впечатляет. А вот как выглядит самый мощный ручной фонарик в мире. Нихуя себе, блядь. Ещё раз. Выглядит самый мощный ручной фонарик в мире. А шо он такой звук издаёт-то? Нихрена, можно половину деревни осветить, если там живёшь где-то. В небольшом городе. Жесть. Ебать, пёс охуевший. Ща, стр... Вот почему теннисные мячи на травяных теннисных портах так хорошо отскакивают. Если ты бросишь теннисный мяч в траву, растущую в обычной грязи, он вообще не отскочит. Но если ты попробуешь это на траве, растущей в песке, она взлетит очень высоко. Просто так моя жена приходит домой с работы, и я думаю, мы должны поцеловаться, потому что я хотел поцеловать её. Наши кольца в носу зацепились друг за друга. Мы застряли. Чувак, держись. Я вижу это по телефону. О боже. Я думаю, что нашёл свой новый любимый инструмент. Это чё такое? Чё, блядь, на русском написано, кот-боксёр? Хуя жёсткий кот. Это старое видео, кстати. Эти люди были в походе, когда они нашли это квадратное облако, которое выглядит так, как будто оно из Майнкрафта. Это конец этого видео. Мы надеемся, что тебе понравилось, и я вижу вас, ребята, снова очень-очень скоро. Позже. Вау, это шо такие? Этому рабочему было любопытно, и он хотел посмотреть, воспламеняется ли пена, и похоже, он очень быстро это выяснил. Ой, дебил, блядь. Это хлопок, а не пена, кстати. В огне никто не пострадал, но дым был виден за многими. Ебать. Вот это стрёмная тема, на самом деле. Летающие эти штуки. Я думаю, что это первый раз, когда я когда-либо видел, как аллигатор так бегает. Нихуя. Выглядишь счастливее. Значит, этот парень остановился, чтобы помочь парню, чья машина застряла в крючке. Но дело в том, что он совсем не говорит по-английски. Давай просто разберем машину по частям, а затем соберем ее заново на дороге. Так что это довольно интересно. Это невероятно распространенное явление для женщин в Южной Корее, иметь свои собственные покорочные места. Они делают это, чтобы женщины чувствовали себя в безопасности и не сталкивались с мужчинами поздно ночью. Ибо что там за мужчины такие, которых нужно остерегаться. Хули, донат прошлый не прочитал. А, блядь. Если чат интересовало, я задам ему на поле неживимый БФП 015000$. Это за дыр оба. Да? Ну, конечно, вы вообще пипец, блин. Кошка только что обнаружила бумажные полотенца на кухне. Утренние зумии, как обычно. Смотрите. Есть огромный музыкальный сестиваль под названием... Обычно они потом срать идут после таких вот моментов. ...который проходит на юго-западе Соединенных Штатов каждый год. Вот вид с неба, показывающий невероятно... А, это Бёрнинг Мэн, что ли? Да нахер оно надо. ...чувствую людей, которые приходят в гости. Там ни интернета вроде ничего нет вообще. Спишь в каких-то палатках грязных. Помыться вообще там, ну, тяжело с этим всё. Ну его нафиг. Эта компания пыталась проверить время реакции мухи. Угу. Это конец этого видео. Мы надеемся, что тебе понравилось. Бля, прикольный видос, сука. Вот так вот заходишь, и всё. И начинается. И начинаешь это всё смотреть один за другим. Блядь, реклама. АУК! Вам напомнить, какой вчера был АУК, и что вчера выиграла. Ну, давай, давай, давай. Hello everyone, this is your daily dose, Werner. Я нашёл новорожденную лошадь, которая отказывается начинать. Купи премиум. Так у меня есть премиум, просто я не залогинен здесь. Это Яндекс.Браузер. Эта лошадь только что родилась, но не осознавала этого и думала, что они всё ещё находятся в утробе своей матери. Фермер трясёт и массирует лошадь, чтобы разбудить её, чтобы она могла начать новую жизнь. Нихуя себе она такая здоровая вылезает. Ебать, это что с ним? Ебать, шо с... Ля, сука, шо с инотом, нахуй. Тсс. Хех. Эти американцы посетили Китай, и люди там не могли перестать пялиться на них и фотографировать. А если я в Китай прилечу, меня будут так же это фотографировать и пялиться на меня? Я тебе в заявке про него напомнил, но теперь бессмысленно, хотя там ещё много других видео. Надеюсь, тебе понравится. Ребят, если вы отправляли заявки, там же не только видео можно присылать. Любые идеи, не только видосы, игры, там ещё что-то, я не знаю. Пожалуйста, не делай этого. Сейчас не время, сэр. Нет, ничего. Ты меня пугаешь. Ещё в 1988 году правительство США врезало истребитель в блок из железобетона, чтобы посмотреть, насколько он прочен. Атомные электростанции сделаны... Асулик, спасибо за переподписку. ...железобетона, и они хотели посмотреть, будут ли эти электростанции защищены от подобной атаки. Спасибо тебе за то, что использовал меня. Ау, блядь. Ау, блядь. Ай, да чё тарёшь на долбоёб? Ааа, блядь. Миллиарды людей по всему миру не имеют доступа к окулисту. Так эта благотворительная организация начала производить самые доступные очки в мире. Всего за 3 доллара за пару этот набор можно отправить в любую точку мира, чтобы помочь людям точно определить, какой рецепт им нужен для их глаз. Ага. Охуеть. Это конец этого видео. Мы надеемся, что тебе понравилось. И я увижу вас, ребята, снова очень-очень скоро. Охуеть. Нада.